Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о мессианских отрывках в восьмом псалме. Вообще весь восьмой псалом мессианский, но есть наиболее важные отрывки. Давайте остановимся на двух местах в этом псалме. Во-первых, это третий стих. «Изус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов, дабы сделать безмолвных врага и мстителя». Любой человек, который читал Евангелие, особенно Евангелие от Матфея, конечно же, узнает этот отрывок, потому что его приводит Господь наш Иисус Христос в тот день, когда он вошел в Иерусалим, и когда его приветствовали люди, и среди этих людей, кричавших Хасана сыну Давидову, были и дети. И враги Иисуса Христа пытались заставить, чтобы Христос сказал, чтобы дети не кричали, но Христос как раз процитировал вот этот отрывок. И действительно, пророчество так и исполнилось. Но можно посмотреть на этот текст еще с нескольких сторон и кое-что увидит более глубоко. Ну, во-первых, кто эти младенцы? Существует две точки зрения на этих младенцев. Одни считают, что это не сколько вот дети, по возрасту дети, а люди, которые как дети, то есть не злобивые, те, которых там не очень уважают, ну, в общем, невеликие люди. Вот. Другие экзегеты спорят с этим мнением и прямо говорят, что давайте посмотрим на текст Евангелия, где написано, что там были взрослые и дети. И как раз здесь речь идет о детях. Но вот вопрос, тоже как бы еще с одной стороны посмотрим. А почему вообще Богу нужен вот этот хор детских голосов? Вообще очень интересный взгляд древних людей на ребенка. Конечно, евреи детей любили, о них заботились. Самая большая награда для человека в Ветхом Завете – это были дети. Даже если человеку не дали много лет жизни или там богатства, дети – это вообще очень хорошо. Но в то же время считалось, пока ребенок не вырос, он, ну, скажем так, не совсем тот человек, который может прославить Бога или исполнить закон. И вот это восприятие дети, которые хвалят Бога, то есть те, которые не могут по-настоящему прославить Бога, оказываются именно теми, чье прославление Господь принимает. Хорошо. Следующий отрывок тоже мессианский, тоже цитируется в Новом Завете. Но вот его толкование уже более сложное. Давайте его прочитаем. Это с 6 по 9 стих. «Немного ты умалил его предангелами, славой честью венчал его, поставил владыка над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских. Все приходящее морскими стыдями». В других переводах приблизительно так же звучит. И если читать этот текст и не читать Новый Завет, то можно задать вопрос, а что же здесь мессианского? Однако именно этот отрывок использует автор послания к евреям во второй главе. И эти слова он прилагает ко Христу. Но давайте сначала посмотрим на этот текст с буквальной точки зрения, то, как об этом говорится прямо вот здесь, в этом тексте. Человек по своей природе, конечно, меньше ангела, потому что ангелы – это духи, и как духи они могут созерцать лицо Божие, что мы не всегда можем делать. Но в то же время, вот по природе человек меньше ангела, но в то же время он обладает той славой и честью, теми возможностями, той властью, которой не обладают ангелы. Потому что, когда Бог создал этот мир, он создал его не для ангелов, он создал его для человека. И именно человеку он делегировал власть над этим миром. Владычествуйте над всем. Это делегирование власти. И поэтому этот отрывок мы можем понимать как просто указание на величие человека. Но почему этот отрывок прилагается ко Христу? Христос – это Бог. Но когда он стал человеком, он приобрел человеческую природу. И как бы вот приобретя человеческую природу, он стал чуть меньше ангела. Но в то же время вот эта фраза немного автором послания понимается как недолго. Немного – недолго. И далее говорится о том, что несмотря на то, что Христос стал человеком, он не потерял свою власть, свою славу и честь. Поэтому мы можем понимать этот отрывок действительно вместе с автором послания к евреям как мессианский. Хотелось бы обратить внимание еще на одну особенность этого псалма. В начале и в конце, то есть в первом стихе, в десятом стихе повторяется одна фраза. «Господи Божий наш, как величины имяты по всей земле». И то же самое повторяется в десятом стихе. И мы можем просто прочитать этот отрывок как прославление имени Божьего, а имя Божие в данном случае, конечно же, Яхве, личное имя Бога. Но вот если мы этот псалм читаем как мессианский, то и этот отрывок мы тоже можем прочитать мессианский. Стоит открыть послание к филиппийцам тем, кто ходит в храм. Отрывок из этого послания будет известен, потому что этот отрывок читается на богородичные праздники. И стоит прочитать 9 и 10 стих второй главы. «Посему и Бог превознес его, имеется в виду Христа, и дал ему имя выше всякого имени». Перед каким именем преклонялись люди в Ветхом Завете? Перед именем Яхве. А перед каким именем должны преклоняться люди в Новом Завете? Читаем 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонила всякое колено небесных, земных и преисподних». И поэтому 10 стих 8-го псалма мы тоже можем читать как мессианский. Мы с вами разбирали мессианские отрывки 8-го псалма. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Дабыкин, и вы были на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...